Добрый день, друзья! Сегодня готовим вкуснейшие творожные коржики. Для приготовления коржиков берем 220 грамм мелкозернистого творога, у меня жирностью 9%. К нему кладем 75 грамм хорошо размягченного сливочного масла. Вбиваем одно яйцо и всыпаем 200 грамм сахарной пудры. Перетираем все компоненты вместе до однородной массы. Сахарную пудру на сахар я не советую заменять, так как сахар сложнее растворить в тесте. Далее в муку всыпаем 3 четвертых части чайной ложки мелкой соли и 10 грамм разрыхлителя. Перемешиваем ложкой. Муки у меня обычно уходит 300-330 грамм, зависит и от размера яйца и от жирности творога. Добавляем сухие ингредиенты в тесто частями и замешиваем его руками. Но долго не вымешивайте, ингредиенты должны лишь соединиться вместе. В итоге тесто получается очень-очень мягкое и практически не прилипает к рукам. Для удобства раскатывания теста я делю его на две части. Стол присыпаем мукой и раскатываем первую половину теста в прямоугольник толщиной 1 сантиметр. Раскатаете тесто толще, коржики будут еще мягче, тоньше, более хрустящие. Здесь ориентируемся уже на свой вкус, что конкретно мы хотим получить в итоге. Тесто очень мягкое, легко раскатывается, не прилипает к скалке. Я вообще очень люблю и работать, и по вкусу мне нравится творожное тесто. И недавно я делилась с вами рецептом печенья розочки, тоже из творожного теста. Оно безумно вкусное получается очень-очень красивое. Если вы пропустили рецепт, ссылку вы видите сейчас в правом верхнем углу. Рекомендую от души, оно приводит в восторг не только детей, но и взрослых. Итак, тесто раскатано. Теперь пласт делим на три части. Каждую часть нарезаем на треугольники. Таким образом, у нас не остаются остатки теста, которые необходимо заново раскатывать. Все получается максимально быстро и просто. Ну а заготовки перекладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки. Обязательно на определенном расстоянии друг от друга, так как при выпекании они очень хорошо увеличиваются в размере. Каждый треугольник смазываем яйцом. По желанию можно сделать еще рисунок. Аккуратно проводим вилкой по тесту сначала в одну сторону, затем в другую. У нас в школьном буфете продавали коржики именно с таким рисунком. Рисунок можно не делать, а просто после выпечки присыпать коржики сахарной пудрой. Ставим противень с треугольниками в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 20 минут. Видите, то о чем я говорила, они хорошо поднимаются в духовке и получаются пышными. А еще они очень ароматные, в меру сладкие и очень-очень вкусные. Достаем их из духовки и даем остыть. Рекомендую есть коржики с молоком или чаем. Такая быстрая выпечка меня всегда выручает. Также у меня на канале есть еще рецепт молочных коржиков. Их приготовили многие мои зрители и все остались довольны. Ссылку на рецепт вы сейчас видите в правом верхнем углу и я оставлю ее еще в описании под видео. Спасибо за доверие, за то, что готовите вместе со мной, за ваши теплые слова в комментариях. И отдельное спасибо за ваши лайки. Я очень рада, что вы отзывчивы и вам нравится то, что я делаю. Желаю отличного настроения и удачных выходных. С любовью, Евгения и Кулинарный канал. Это просто.